Продолжаем разоблачение фальсификации и мифа о том, что в 301 году хайский народ объявил христианство государственной религией государства-страна Хаев на территории государства Римской империи. Тема, как была отмечена в самом начале презентации, весьма обширная, и потому она представлена в четырех частях. Надеемся, что предыдущие части, ссылки внизу видео, вы посмотрели, а если нет, то убедительно рекомендуем обязательно их посмотреть, потому что в них представлена очень важная для всего процесса разоблачения информация. Итак, после того, как во время очередной церковной службы в одном из храмов, построенных тысячами диких свиней, в которых в 301 году было превращено все хайское население Римской провинции Армения, так называемый хайский царь Теридат внезапно сбросил с себя кабанью шкуру, свиной рыло, с клыками и обрел человеческий вид. Григорий Просвидитель, по свидетельству очевидца Агафангела, после этого приступает непосредственно к исполнению ритуала христианского крещения. Это беспрезидентная сцена исцеления, когда внешность оборотня прямо во время церковного служения, раскалываясь или разрываясь, сплошным покрывалом обрушивается на пол христианского храма, обнажая при этом скрывавшегося под ним голого человека с нежным, как у новорожденного телом, несомненно, уникальнейший образец мифотворчества, который вполне оправданно считается предметом гордости в пределах хайской традиции. Но поскольку в церкви в это же время находились сотни, а может быть тысячи таких же свиней и оборотней, и с ними произошло точно такое же превращение, то получается, что пол церкви покрылся грудами кабаньях шкур, ропавших со всех оборотней, и храм в одно мгновение оказался заполнен голыми людьми, снежными, как у новорожденного телами. Даже без иллюстрации читатель может представить, до какого уникального уровня извращения. Недосягаемого для прочих преданий и прочих историй дошла хайская версия христианизации, представленная в достоверном и точном сочинении Агафангела. В предыдущих частях было раскрыто, что абсурдные сюжеты и бредовые галлюцинации, массированный плагиат Библии и чудовищные искажения хронологии, из которых невежественный фальсификатор составил свою историю хаев под псевдонимом Агафангел, не оставляют никаких сомнений. В 301 году не было никакого выдающегося хайского историка Агафангела, а само сочинение истории хаев ни под каким видом не может рассматриваться как исторический документ. А финальную часть разоблачения этого фальсификата продолжим анализом ключевых слов «государственное» и «крещение». Начнем с того, что римская провинция Армения была такой же частью государства Римской империи, как и провинции Понтия, Каппадокия, Месопотомия, Азия и прочие провинции. Точно так же, как и во всех остальных провинциях, в провинции Армения присутствовало несколько римских легионов, которыми командовали назначенные императорской властью легаты, которые были и командующими войсками, и представителями, представляв ли политическую власть Рима, были представителями самого императора. Ибо должность легатов и легалии, выдаваемые легатом, передавались лично из рук в руки самим императорам, этим самым служителям римской императорской власти. Наряду с этим, высшую административную власть в провинциях представляли наместники императорской власти, ставленники римского императора, которые в разные времена титуловались как проконсулы, пропреторы или ректоры, и одним из таких ставленников был парфянин Тередат III из парвянского царского рода Арсакидов. Тередат III был приведен на должность наместника в римской провинции Армении императором Диоклетианом в 287 году. И поскольку сегодняшнее разоблачение касается именно этой провинции, то необходимо подчеркнуть, что и провинции Армении, и все остальные, все они входили в состав государства Римской империи. Ни одна из этих провинций не обладала статусом самостоятельного независимого государства. Государством была сама Римская империя. Помимо того, что в регионе никогда не было ни страны Хаев, ни государства Хаистан, ни хайских царей, ни хайского народа, ни даже одного единственного человека, которого называли бы словом Хай, 301 год и все последующие годы в Римской империи были временем гонений на христиан. Христианство было запрещено и преследовалось по всему государству, поскольку оно не было одобрено Римом в статусе официально разрешенной религии, подобно традиционным верованиям Римской империи или митроизму, или зороастризму, и считалось нелегальной сектой иудаизма. Любые поползновения на несанкционированные верховной жреческой властью государства Римской империи, действия в области распространения верований или отправления незаконных культов и обрядов, жестоко карались от крупных денежных штрафов и конфискации имущества до смертной казни. А верховную жреческую, то есть и религиозную власть, представлял все тот же Римский император, который одновременно был и главой государства, и главнокомандующим. Оставленники Рима в провинции были продолжателями политики императора и блюстителями законов империи, подотчетными верховной власти государства Римской империи, Гарантами же неукоснительного исполнения законов империи, стабильности государства и успешной реализации внутренней и внешней политики в интересах государства выступали знаменитые римские легионы во главе с военным командованием. В реальной истории Тередат III, назначенный императором Диокритианом на должность наместников провинции Армения, также прибыл на место назначения в сопровождении римских легионов. Это неопровержимое историческое обстоятельство категорически опровергает всякие измышления по поводу того, что в 301 году в условиях строжайшего запрета на пропаганду христианства и на любую деятельность христианской секты по всей империи в провинции Армения совершенно беспрепятственно на глазах у римских легионов и их командований происходила массовая христианизация населения, строительство христианских храмов и установление нового культа христианских святых. Фасификатор сохраняет гробовое молчание о присутствии римских легионов рядом с так называемым хайским царем Тередатом и выдумывает картину настолько тотальной христианизации восточных территорий государства Римской империи, что ее вымышленные масштабы сами по себе свидетельствуют о том, что ничего подобного в реальной истории не происходило и никогда не могло происходить. Вашему вниманию предлагаются перло невежественного безумия, который сотворил на страницах своего фасификата сочинитель истории Хаев и которые выдаются сегодня за достоверную историю. В параграфах 777-778 хайский царь дает добро на разрушение, истребление, уничтожение и упразднение, это цитаты, старых верований и языческих храмов на территории государства Римской империи. При этом он немедленно, высочайшим указом и при всеобщем одобрении возложил дело на блаженного Григора, дабы предать забвению, стереть с лица земли прежние отеческие и древние идолы, которых предки называли богами. И далее Агафангел, который наблюдал все естественно происходящее собственными глазами, описывает, как хайский царь Тередат вместе с Григорием Просветителем во главе какого-то своего войска движется по территории государства Римской империи, разрушая, грабя и сжигая храмы, капища и святилища древних богов и древних религий. Таким образом, этот фальсификатор попросту уничтожает, стирает, просто вычеркивает из истории государства Римской империи и его императора, и его государственную структуру, и администрацию, и все подобное. Иными словами, Тередат и Григорий Просветитель во главе своего войска совершают на территории Римской империи массовое уничтожение храмов и культовых объектов, официально утвержденных в римском государстве верований и традиций, метроизма, зароастризма, греко-римского пантеизма, иудаизма и прочих религий и культов Малой Азии, Месопотамии и Персии. Этот бред не имеет никакого отношения к истории региона, но этот антиисторичный бред продолжает оставаться краеугольным камнем в фундаменте Национальной исторической школы современного Хаистана. Развивая этот бред на страницах своего сочинения, невежа, сочинявший под псевдонимом Агафангел, многократно повторяет еще одно несусветное вранье. Разрушая и разграбляя храмы и святилища римских, греческих, персидских и прочих богов, Тередат с Григорием передают их земли и имущество в собственность христианских церквей, которые в галлюцинациях фальсификата, оказывается, в 301 году уже строятся тут же и в большом количестве. Таким образом, достоверный и точный фальсификатор просто-напросто вычеркивает из истории человечества государство Римская империя вместе с императором Диоклетианом ради невежественной сказки о массовом крещении Хаев в 301 году. Далее следует вымысел, который по настоящее время в рамках хайской традиции считают точным, в кавычках, историческим свидетельством того, как Григорий Просветитель стал первым католикосом хайского народа. Все очень просто. На фоне происходящих событий в параграфе 792 хайский царь Тередат внезапно заявляет «А давайте поскорее сделаем Григора нашим пастырем». Речь идет о том, чтобы сделать Григория первосвященником, то есть архиерерием, старшим над священниками. Фальсификатор не приводит никаких объяснений, как при отсутствии священников Григорий может быть выдвинут на роль старшего священника. Но самое интересное начинается потом. Параграфы 795 и 96 Тередат велит всем отправиться в страну капотокийцев, в город Кесарию, чтобы они повезли Григора и возвели его в первосвященники своей страны. И пока огромная процессия готовится к отправлению в долгий путь в 301 году, Тередат пишет послание архиепископу Кесарийскому Леонтию с просьбой рукоположить Григория Просветителя в сан епископа. В 301 году, когда христианство в государстве Римской империи было под запретом, когда были запрещены христианские службы, собрания, обряды и церемонии, имущество христиан конфисковалось, а сами христиане преследовались по всей империи, некий хайский царь объявляет грандиозный сбор войска, военачальников, дворя на вельмож, чтобы те подготовились, снарядились, взяв с собой дары, золото и серебро, коней и мулов, разнообразные уборы для украшения и нужд тех славных мест, святых домов Божьих, то есть церквей, куда были посланы. Они подготовили дары для всех церквей, находящихся на пути, по которым мы должны были пройти. Это все цитата. А прошла эта огромная процессия многотысячного каравана хаев-христиан, судя по описанию, более двух тысяч километров, от окраин Восточной Анатолии до Кесарии Кападалькийской и обратно, буквально посередине государства Римская империя, причем на конях и золотых колесницах, и с развернутыми знаменами, мимо многочисленных военных гарнизоров, легионов и крепостей Рима. Так, ликвидируя в своих бредовых измышлениях Римскую империю, автор или авторы этого фальсификата пытались создать иллюзию хайского читателя, будто до этого момента колоссальный караван, снаряженный и отправленный каким-то хайским царем, передвигался не по территории государства Римской империи, а по территории какого-то независимого и самостоятельного государства-страна хаев. И это понятно, ведь для того, чтобы создать фальшивку о том, что в 301 году хаи якобы объявили христианство своей государственной религией, необходимо создать видимость такого государства. Более того, по ходу движения караванов все города и селения Римской империи торжествовали, как пишет этот фальсификатор, при виде многотысячного шествия хаев-христиан, растянувшегося на километры и превосходящего роскошью царские процессии. Все люди предавались великой радости, устраивали веселые пиршества. И учитывая, что население Кесарии в то время, по мнению историков, могло доходить до 400 тысяч человек, то согласно этой фальшивке в 301 году в разгар гонений на христиан в центре государства Римской империи образовалось примерно полумиллионное скопление христиан, которое с развивающимися знаменами праздновало торжество запрещенной религии. Повторим, что перечисление и разбор всех абсурдов этого фальсификата может занять несколько дней, поэтому перейдем к одному из наиболее выдающихся безумий сочинителя непосредственно к тому невероятному процессу христианского крещения, который якобы провел в 301 году Григорий Просветитель. После параграфа 814 сочинитель сообщает, что в одной из бесчисленных церквей, которые построили Тередат с Григорием в течение 301 года, одного года, в одной из этих церквей Григорий построил купель и приступил к совершению обряда водного крещения. Напомним, что Агафангел, якобы видевший все происходящее воочию, участвуя в этом самом первом обряде крещения, должен был бы описать его во всех подробностях, и это действительно могло бы стать ценной исторической информацией. Но подробным в его сочинении было только описание жизни диких свиней, в которых было провещено все хайское население вместе с хайским царем. Были старательно описаны свиные рыла, свиные клыки, шкуры с щетиной, копыта, хрилканье, опускание пены и тому подобное, что, разумеется, является просто бредовыми галлюцинациями, никакого отношения к истории не имеет. Но, наблюдая никогда не виденный ранее первый обряд крещения, он ни единым словом не обмолвился по поводу того, как именно проходил этот обряд. Был ли проведен важнейший обряд оглашения, обязательный перед совершением таинства, во время которого проходящие крещения непременно должны огласить отрешение от сатаны, присоединение к Христу и веру в Христа как в Бога, ибо только после этого начинается сам обряд, который совершается полным погружением в воду, следуя примеру, показанному самим Иисусом Христом и Его апостолами. Но как именно совершался этот обряд крещения, который автор якобы наблюдал собственными глазами, а в Афангелу не сообщает ничего? Кстати, чтобы вы могли представить, как выглядели ранние церковные купели, приведем в качестве примера изображение купелей V века, которые сохранились на территории Туниса. Как видите, они весьма далеки от размеров современных олимпийских плавательных бассейнов и рассчитаны на проведение таинства крещения с одним человеком. Это важно запомнить, потому что далее вы убедитесь, как фантастическими цифрами о количестве крещеных в день и даже в час фальсификатор сам уничтожил абсурдный миф о первохристианстве Хайт. Разве не должен был бы самый точный историк, секретарь-летописец царя, якобы лично присутствовавший при крещении Тередата Третьего Арсакита, запротоколировать слова, которые должен был бы произносить над головой царя сам Григорий Просветитель, самолично проводивший крещение царской семьи. Ну, например, вот такие. Крещается раб Божий Тередат во имя Отца, аминь, первое погружение, и Сына, аминь, второе погружение, и Святого Духа, аминь, третье погружение. Но описание обряда крещения начисто отсутствует в сочинении, которое якобы призвано свидетельствовать о крещении. Можно задать и такие вопросы. А как же сам Агафангел? Почему в его сочинении нет ни единого слова о его собственном духовном преобразовании? И, наконец, вопрос. А был ли сам Григорий крещеным? Если был, то где, когда и кем было проведено таинство крещения Григория? А правда в том, что это ничего, не значащее для фальсификатора мелочи, потому что его главная задача, которую он спешно выполнял в конце 17-го столетия, заключалась в изобретении мифа о первохристианстве Хаев. Итак, вот что пишет фальсификатор о первом крещении, проведенном Григорием Просветителем в единственной церковной купели. Он провел обряд крещения над всеми дворянами, вельможами и военачальниками, после чего приступил к крещению местных людей-жителей края и был занят этим делом на протяжении 20 дней. Сочинитель пишет, что Григорий за это время сумел окрестить в купели более 19 мириад людей. Поскольку греческая мириада означает 10 тысяч, то, учитывая слова «более», получается, что за 20 дней Григорий провел через обряд крещения в единственной купели по меньшей мере 200 тысяч человек, то есть ежедневно, все 24 часа, без сна и отдыха. Григорий крестил в купели по 10 тысяч человек, и это при том, что он был единственным священником, проводящим обряд крещения. В параграфе 832 и 833 сочинитель обманывает хайских читателей еще более невероятной ложью. Он пишет, что Григорий уводит десятки тысяч людей к берегу Ефрата для прохождения обряда крещения, где он единственный раз упоминает о том, что в этой реке крещение проводилось во имя Отца и Сына, и Духа Святого, не говоря ничего о процессе крещения. Фальсификатор описывает некое мероприятие, в котором абсолютно нет ничего от христианского крещения. Это подтверждает, что отсутствие описания христианского обряда крещения в истории Хаев вовсе не случайное явление. Сочинитель просто не имел понятия о проведении христианского обряда. Самое удобное для него было просто воровать сюжеты из Библии. Сцену с крещением у реки Ефрат он пытается сделать похожей на крещение Иисуса у реки Иордан, когда произошло чудо, и воды реки Иордан повернулись вспять. Точно так же, как и во время крещения Христа, которое проводил Иоанн Креститель, воды реки Ефрат остановились и повернулись вспять во время крещения, которое якобы проводил Григорий. А поскольку во время крещения Иисуса небеса разверзлись, и на Него в сиянии сошел Святой Дух в виде голубя, то и во время крещения, которое Григорий якобы проводил у истоков реки Ефрат, так же показался ослепительный свет, похожий на светлый столб, и стал над водами реки. Причем сияние светлого столба было таким ярким, что потускнели солнечные лучи, то есть это сопоставимо с яркостью ядерного взрыва. Этот ослепительный столб, сиявший так, что потускнело солнце, сверкал на протяжении всего дня, очевидно ослепив всех, кто его видел. Но далее происходит невероятное. Григорий начинает поливать десятки тысяч хаев, вошедших в воды Ефрата, каким-то жидким маслом, которое фальсификатор называет маслом посвящения. Это масло посвящения, разливаемое Григорием, описывает в реке круг, обращается вокруг людей, и все диву даваясь, возносили благословение во славу Божию. Сколько тонн этого непонятного масла было разлито на головы десятков тысяч людей, вошедших в реку, и как его туда доставили, об этом достоверный историк умалчивает. Этот бред не имеет никакого отношения ни к истории, ни к христианским традициям. Кто знаком с христианскими традициями, знает, как выглядят и водное крещение, и помазание оливковым маслом, елеем, который используется в очень небольших количествах, но никак не для того, чтобы лить его тоннами на головы тысяч людей, стоящих в реке. Автор этой сказки, очевидно, думал, что крещение христиан похоже чем-то на массовые купания индуистов. Надо только добавить тонны разливаемого масла, и вуаля, получится христианское крещение. Но в конце параграфа 833 сочинитель уничтожает этот вымысел словами о том, что крестившихся в этот день было более 150 тысяч человек из царской армии, а само крещение закончилось к вечеру. Получается, что более 150 тысяч человек были крещены примерно за 12 часов. Иными словами, за каждый час Григорий крестил более 12 тысяч человек. Но и это еще не все. В параграфе 835 сочинитель сообщает, что после фантастического дня на берегу Ефрата Григорий задержался в этой местности еще на 7 дней. И за это время провел через таинство христианского крещения более 400 миллиард человек. Вы помните, что такое миллиард? Это означает, что за 7 дней Григорий Просветитель крестил 4 миллиона человек. Картина беспредельного абсурда, из которого соткана это безобразное по своему невежеству лживости и антиисторичности сочинение довершает то обстоятельство, что все свои галлюцинации сочинитель разместил в 301 году посреди государства Римская империя в самый разгар гонений на христиан при императоре Диокритиане. Уничтожая вместе с историей региона и Римскую империю, и власть императоров, сочинитель дополняет эту бредовую картину ложью о том, что во всех перемещениях по территории государства Римской империи все свои наставления миллионам людей Григорий произносил на хайском говоре на хайском языке. В оригинальном тексте хай бар бар, хай ренахавс, хайский говор, хайский язык. Так в головы хайских читателей вбивается фантастическая ложь о том, что одним из распространенных языков в государстве Римской империи наряду с греческим и римской латынью был еще и хайский язык. Но кульминация бреда, абсурда и лжи достигается фальсификатором в измышлениях, которыми он окружает в своей истории хаев личность императора Константина. И об этом следует поговорить в отдельной презентации, поскольку эта ложь занимает особое место в фундаменте исторической школы Хайстана. Вряд ли информация, представленная в четырех частях нашего видео, оставила место для сомнений относительно того, что невежественная сказка о том, что в 301 году хайский народ объявил христианство государственной религией страны Хаев, не более чем тенденциозный обман, преднамеренно созданный с целью проведения массированной идеологической пропаганды среди хайских общин Османской империи. Достаточно отметить, что после издания подобных подмутюнов истории Хаев в конце XVII-начале XVIII века уже первое поколение Хаев, сознание которых было массово изменено пропагандой, оказалось вовлечено в организованную кровавую террористическую деятельность, начиная с 1740-1750-х годов. И об этом мы тоже поговорим в свое время. На этом завершается разоблачение фальсификации о том, что в 301 году Хаи объявили христианство своей государственной религией. Надеемся, что вы посмотрели все четыре части и смогли убедиться в том, что в реальной истории ничего подобного не происходило и не могло происходить. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте поддерживать его и делиться информацией с друзьями и знакомыми. Впереди еще много интересных разговоров. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok